Правозащитники фиксируют 48 случаев преследования казахстанцев по уголовным статьям за их политическую позицию или правозащитную деятельность. Многие активисты вынуждены сидеть под домашним арестом, потому что власти боятся, что они выйдут на площади и выведут за собой народ. На время следствия Домиткен Аспандиярова и Нинагуль Джуманьязова проведут два месяца под домашним арестом. Их обвиняют в участии в мирных оппозиционных движениях ДВК и КОЩЕ. Им не вручили постановление об аресте, что является грубым нарушением закона. Когда женщин держали в полиции, сотрудники КНБ в гражданском попросили государственного адвоката выйти, после чего на них оказывали психологическое давление, угрожали посадить в тюрьму на 12 лет. Домиткен также угрожали открытием уголовного дела против ее дочери. Серику и Дырышеву из семей условный срок заменили на реальное заключение. Идут репрессии непрерывно. То есть сейчас фактически у режима единственный инструмент запугать, репрессировать и таким образом пытаться удержать власть. Но я так скажу, если мы объеднимся, если мы будем действовать так же активно, слаженно, как белорусы или кыргызы, этому режиму не устоять. Их всего лишь узкая группировка, которые пока еще поддерживают полицейские силы, но при определенных обстоятельствах они, конечно, прекратят их поддерживать. Как минимум 21 политические заключенные находятся в местах лишения свободы. Они ждут суда в СИЗО, пока назарбаевские следователи фабрикуют против них уголовные дела. Многодятных отцов забрали из семьи и хотят их посадить по надуманным обвинениям. Казахстанцы возмущены незаконным преследованием мирных граждан и требуют остановить политические преследования. Эти и другие политические активисты подвергаются преследованию. Требуем прекратить преследование. Активисты – не экстремисты. Требуем прекратить преследование гражданских активистов и освободить политических заключенных. Эти люди борются за нашу с вами свободу и за будущее наших детей. Судьи разоряют активистов огромными административными штрафами. Политические заключенные страдают в тюрьмах от ужасной еды, а с наступлением холодов еще и от недостатка теплой одежды. Мы должны проявить солидарность с теми, кто борется за наши права и за демократическое будущее нашей страны. Поэтому помочь им – это долг каждого казахстанца. Мы всей страной должны поддержать героев и помочь их семьям. В кризис они остались без дохода. Не могут оплачивать жилье и даже покупать продукты. Детей нужно обеспечить всем необходимым к учебе. В это же время власти через Каспи-банк племянника Назарбаева забирают обратно выданные в карантин 42,5 тысячи тенге. Государственные выплаты оказались не поддержкой народа в кризис, а краткосрочным кредитом. Если вы хотите перемен в стране, но не можете участвовать в борьбе, у вас есть возможность поддержать героев. Вы можете поддержать семьи политически преследуемых, чтобы они купили самое необходимое. Настали сложные времена для многодетных семей Асхата Жексибаева и Кайрата Клышева. Правозащитное движение «Веритес», основанное волонтерами, на субботу и воскресенье объявляет сбор гуманитарной помощи и денежных средств для жертв политических преследований и их семей. Сбор будет проводиться по методу Асара. Мои дети не видели своего отца. Они скучают. Спрашивают, где он. Я им говорю правду, что наше правительство сажает людей, кто говорит правду. Это древний обычай казахстанского народа, когда люди собирались и помогали попавшим в беду. Вы можете прийти и пообщаться лично с родственниками политзаключенных, а также с гражданскими активистами. Необходимо оказывать помощь. Помощь политическим заключенным. Помощь политически преследуемым. Уважаемые друзья, я знаю, многие из вас по разным причинам не могут участвовать в митингах. Ну, потому что кто-то говорит, что у него семья, кто-то говорит, что у него кредиты, кто-то боится потерять работу. Я по этому поводу много раз говорил, что у белорусов тоже есть семьи, у них есть работа, у них есть кредиты, у кыргызов то же самое. Но, тем не менее, они идут на эти шаги и добиваются перемен. Я уверен, что то, что они сейчас делают, это изменит их страны. Вся собранная гуманитарная и финансовая помощь будет распределена между семьями. В Астане правозащитники проведут аукцион детских рисунков и поделок. Но самое главное – это моральная поддержка. Главная цель акции – показать борцам за свободу Казахстана, что они не одни, что народ поддерживает их и не бросит один на один с кровавым режимом. Не оставим их без поддержки.